Всем привет! Сегодня у нас с вами вторая часть пустых баночек. Если вы первую мою часть еще не видели, обязательно переходите по ссылке внизу, я обязательно ее оставлю. Там я рассказываю тоже об очень многих продуктах. Сегодня у меня там еще осталось тоже прилично много продуктов, поэтому если вам интересно послушать мое мнение о них, то, конечно же, продолжайте меня смотреть. И первое, что мне попадается под руку, это лак для волос, тафт, выбор стилистов, сверхтонкое распыление, ну и в общем-то все, шварцкопф. Этот лак для волос мне понравился тем, что действительно распыление у него тонкое и мягкое, он не склеивает волосы, но в то же время фиксация у него недостаточно сильная. Если вам нужна легкая фиксация для того, чтобы вот просто, например, волну зафиксировать, да, чтобы волосы были немножко такими вьющимися, то вам такой лак подойдет. Если вам нужно, чтобы волосы прям хорошо держали свою форму, тогда 100% не подойдет, потому что он для этого слабоват. Следующий продукт, который я хочу вам показать, это мицеллярная вода с гиалуроновой кислотой Пролексир от Фаберлик. Мицеллярной воды я использую всегда очень много, потому что, естественно, много крашусь, и все это надо как-то смывать со своего лица. И все у этой воды хорошо, за исключением того, что она щипет глаза. Вот у Фаберлик есть два варианта мицеллярной воды, и обе хорошо работают, но обе очень сильно мне щипят глаза, прям не могу вообще, до слез мне их щипят. Поэтому, если бы взвешивать и посоветовать, что купить, я бы посоветовала лучше купить Лориаль или Горния. Они не щипят глаза и очень хорошо чищают кожу. Дальше тоже мне попадается тут шампунь корейский. Я даже не знаю, как называется эта марка, Рио, наверное. Шампунь на меня не произвел абсолютно никакого впечатления, потому что ни запаха у него никакого особого не было, ни каких-то свойств я его сильно не заметила. И у меня есть подозрение, что тоже там есть какая-то отдушка, которая, возможно, вызывала у меня аллергию на коже головы. Поэтому 100% я его не буду покупать. У меня еще есть профессиональная такая большая бадья бальзама для волос из этой же серии. Бальзам мне нравится. Бальзам очень неплохой. И волосы после него довольно хорошо, послушно, красиво ведут себя и красиво выглядят. А вот сейчас я пользуюсь этим бальзамом. И вот волосы вполне в удовольствовательном состоянии. Ну вот шампунь вообще не советую. Также мыло у меня закончилось. Жидкое мыло, спелая смородина. Обожаю это мыло. Вот именно в Фаберлике вот эта вот серия спелая смородина больше всего мне нравится именно своим запахом. Ммм, потрясающий просто запах. Такой вот натуральной смородины. Очень нравится мне это мыло. Я всегда беру из этой серии вот эту смородину или же малину. И оба эти средства мне очень нравятся, но долго хватает. И стоит, соответственно, тоже недорого. Тоже у меня здесь завалялось, оно уже все такое пыльное. Активный гель для демакияжа от Фаберлик. Очень неплохое средство для тех, кто не любит заморачиваться сильно с очищением. Возможно, если у вас на лице только там тонкий слой пудры какой-то или может быть тушь там какая-то, немножко румян, вот как-то так, вам это средство очень хорошо подойдет, потому что это как и демакияж сразу и как средство для умывания. Мне это средство понравилось, я им часто пользовалась, когда мне было лень вот именно всю процедуру проходить, начиная от снятия макияжа, потом умывания, там спонжиками натирания. Короче говоря, вот это такое средство, когда налил в руку, вот так вот намылил как-то в руках, распределил в руках и быстренько умылся. Вот для этого это средство было создано. Закончился у меня тоже мой консилер от Maybelline, который называется Instant Age Rewind. Обожаю этот консилер, всем советую, потрясающий просто консилер, отлично он убирает льбы и синячки, и мешки под глазами. У меня этот оттенок был Light, насколько я помню, если я не ошибаюсь. Да, у меня этот оттенок был Light. Если вам нужен именно такой подсвечивающий эффект, у них есть светло-светло-розовый, он называется Brightener. Если вам нужно просто телесного оттенка, зона под глазами, тогда берите оттенок Light. Очень-очень-очень классный продукт. Также хочу вам показать еще сыворотку, которая у меня закончилась от Michael Todd. Это моя самая-самая-самая-самая любимая сыворотка вообще за всю историю пользования, ну любыми, наверное, уходовыми средствами. Эта сыворотка действительно моя, она мне подходит на все 100%, потому что она бьет по всем зонам, которые меня беспокоят. В первую очередь, это единственный продукт, который полностью очищает мою кожу от прыщиков, от каких-то загрязненных пор и так далее и тому подобное. То есть кожа реально становится чистая. Второй эффект, это разглаживаются все какие-то мимические морщинки. У меня особенно они заметны стали на лбу. И вот здесь вот на переносице тоже есть морщинка, которая, ну периодически они так дают уже о себе знать. И мне хотелось бы все-таки вот как-то, насколько я смогу отсрочить вот это все проявление, настолько как бы это и сделать. И мне кажется, что вот эта сыворотка, она действительно очень красиво разглаживает кожу. И вот тургор сохраняет кожу. То есть кожа не выглядит такой вот как бы усталая, вишая, а именно вот такой вот молодой и здоровой остается с этой сывороткой лицо. И третья, она реально сияет. Вот кожа лица реально сияет. Я не знаю вот как видно там сейчас вот или нет, обратили ли вы внимание или нет. Как только я пользуюсь вот этой вот сывороткой, у меня кожа начинает реально сиять. И я, сколько я буду пользоваться там хайлайтерами, какими-то там средствами хитростными всякими для макияжа, не будет все равно такого эффекта, как вот от такого хорошего ухода. И тоже я пользовалась еще одной сывороткой от Майкл Тот с гиалуроновой кислотой. Майкл Тот рекомендует каждые полгода менять уход, иначе кожа начинает к нему привыкать. И вот эта с гиалуроновой кислотой и витамином С, тоже мне эта сыворотка понравилась. Она делала все за исключением очищения кожи от прыщиков. Вот прыщики все равно вылазили, показывали свое гнусное естество у меня на лице. И вот из-за этого она получает оценку 4, а вот та антиокс просто 5+. Гель-спрей для очищения воздуха Monarda Plus с ангара. Короче говоря, я этот спрей покупала для того, чтобы разбрызгивать в помещении в доме. Не знаю, очищала, что-то не очищала, но этой зимой, слава богу, никто из нас не болел. Поэтому мне кажется, что может быть благодаря этому тоже частично, может быть и нет. Но не знаю, буду покупать или нет, потому что это одно из таких средств, которые вот ты не знаешь на 100% работает оно или нет. Поэтому поигралась, попробовала и наверное на этом будет все. Так же здесь у меня, мне попадается еще 2 антипроспиранта от Фаберлик. Первый юный османтус и второй из серии Аллатан, парфюмированный дезодорант. Мне больше нравится вот этот юный османтус, потому что у него очень нежный запах, который не перебивает парфюм. Вот если вы пользуетесь парфюмом или даже какой-то парфюмированной водой, то есть какой-то спрей там для тела, то вот этот вот никак абсолютно ничего не перебивает. Это тоже мягкий запах, но мне кажется чуть-чуть более перебивающий. Да, у него такой вот более насыщенный запах. Этот очень такой лайт вариант. Средство, которое мне очень-очень-очень нравится, это шлифующий скраб для тела от Фаберлик, малиной белый шоколад. Потрясающее средство. Я уже купила себе замену, которой у меня уже тоже половины нет. И наверное буду еще покупать замену. Выглядит как вот такой вот джем малиновый. Потрясающе просто выглядит, потрясающе пахнет, отлично работает. Мы с подругой брали этот скраб в хамам и там друг дружку натирали. Очень приятная была кожа, вот просто такая бархатистая. Вот все тело было просто безумно приятным после этого. Классный скраб, 100% буду еще раз покупать. Так, что здесь у меня еще с ангара? Крем антицеллюлит с пептидами. К сожалению, на мой теллюлит никакого эффекта этот крем не произвел. Хотя я совмещала его и с тренировками, и с массажем, тоже с самым массажем, такими штуками специальными. Ну, как он у меня был, так он у меня и остался. Поэтому никакого эффекта я не заметила. Тоже недавно добила от тоже с ангара крем глазной контур супер лифтинг. Тоже с пептидом 171. Не знаю, что это за пептид. Мне крем в принципе понравился. Он очень такой неплохой. Единственное, наверное, не сказала бы, что какой-то экстраординарный. То есть, ну, обычный увлажняющий крем. Упаковка у него тоже прикольная. Вот он так закрывается, открывается, когда вы проворачиваете крышку, вот появляется у него помпа. Удобная очень упаковка. Вот из всех кремов, которые вот я пробовала в Фаберлике, вот этот мне понравился больше всего. Поэтому, если выбирать внутри этой марки, то я бы посоветовала его. Если выбирать вообще в целом, то я бы тогда... Ну, самый мой любимый на данный момент это Origins Genzin. Вот этот самый классный. Так, дальше мне попадается деликатный очищающий гель для интимной гигиены. Очень мне понравился этот гель. Действительно, ну, настолько мягчайший, просто никакой не раздражающий ничего. Вот фирма Апевита супер просто. Если вам попадется, очень много у них средств таких достойных. Это органическая марка. Я знаю, многие для детей берут своих, во время беременности берут многие именно эту марку. Ну, короче говоря, очень-очень классные штучки. Вот это 91% натуральных компонентов в нем находится. В общем-то, мне очень нравится. Дальше тоже, что... А, вот я вам показываю еще раз вот этот спрей от Alterne, который работает, когда вы начинаете использовать какое-то тепло на волосах. Очень-очень классный спрей. Конечно, очень мне жалко было, когда он закончился. Хотелось бы мне его купить, но пока пользуюсь своей термозащитой от Breville. Она меня, в принципе, тоже полностью устраивает. Эффект, конечно, не такой вау. Ну, что поделать, и стоит намного дешевле. Поэтому, если бюджет позволяет, берите 100% этот. Закончилась у меня вот такая вот тоже мини-пини штучка для снятия макияжа от Caudalie. Ну, как-то обычная, абсолютно, мне такое впечатление, абсолютно обычная мицеллярная вода. Такая же, как Лориаль, такая же, как Гальниер. Поэтому, чтобы прям я вот бежала за Caudalie, то нет. Масло для тела от Bliss с грейпфрутом и алоэ. Запах, насколько я помню, очень такой термоядерный. Да, запах очень термоядерного такого грейпфрута химозного. Сильно какого-то прям большого увлажнения я бы не сказала, что это масло дает. Вот это скорее не масло, а такой какой-то, как крем. Крем, да, для тела. Я бы, наверное, так его назвала. Потому что до масла он не дотягивает. Дальше на донышке мне здесь попадается тушь от Too Faced, которая называется Better Than Sex. Эта тушь настолько феноменальная, что меня просто... Я же устраиваюсь, насколько сильно она мне понравилась. Вот эта тушь, в моем понимании, затмила абсолютно все туши, которыми я пользовалась до этого. Мне очень нравятся туши от CoverGirl. Они действительно очень хорошие. Делают красивый объем, пушистые реснички. Но вот что вот это за разы делает, это даже не сравнить. Ресницы реально вот как... Ну, максимально красивые, насколько они могут быть красивыми. Я много обзоров смотрела в интернете на эту тушь. Она очень многим нравится. Я не нашла ни одного обзора там, где сказали, что фу, эта тушь вообще никакая. Не берите ее, ничего она не делает. Ни одного обзора я такого не встречала. Может быть, конечно, такие обзоры есть, я не знаю, но тушь реально офигенная просто. Если вы хотите крутую тушь, которая сделает ваши ресницы такими просто бомбовыми, вот обратите внимание на Too Faced Better Than Sex. Реально офигенная тушь просто. Потом закончилась у меня тоже гель для укладки бровей от Гош. Это номер 003. Вернее, даже он у меня не закончился. Я его скорее выбросила, потому что я перекрасилась в блондинку. И он мне перестал подходить, потому что он стал мои волосы, волоски вернее, на бровях делать намного темнее, чем волосы. И это оказалось очень неестественным. Поэтому перестала им пользоваться, но в целом очень даже такой неплохой гель для укладки. Тоже выбрасываю я свои тени кремовые от Maybelline Color Tattoo в оттенке Inked in Pink. Очень я любила этот оттенок. Жалко мне было, когда я увидела, что они засохли. Я их так поковыряла. Практически вот все, что могла использовать, я использовала. До донышка я доковыряла, вот только по стенкам. У меня еще осталось немножко продукта. Мне очень эти тени нравятся. Во-первых, потому что это отличная база под какие-то светлые, шиммерные, сатиновые тени. Они не выглядят розовыми именно на веки. Они выглядят вот как такой вот подготовительный этап к нанесению какого-то шиммерного оттенка. Они значительно делали больше вот этот эффект сияния на глазах. Поэтому, наверное, я их закажу еще. Потому что вот сейчас я на них смотрю и понимаю, что у них, конечно, очень не хватает. Поэтому, скорее всего, да, куплю еще. Фух, мы с вами почти закончили. Последние два продукта, которые у меня остались, это первая подводка от Makeup Atelier гелевая в баночке. Черного цвета абсолютно отвратительный продукт. У меня она треснула и засохла, наверное, через где-то, так, чтобы не соврать, месяца два использования. На мне и на всех, на ком я пробовала, а это было человек, наверное, пять, она быстро скатывалась и отпечатывалась на так где угодно, в принципе. И у кого на подвижном веке, и у кого снизу вот такие вот черные, как круги были. Короче, отвратительный продукт. Может быть, может быть, конечно, мне попалась подделка. Я не знаю. Если вы пользуетесь подводкой от Илье, и вы 100% уверены, что у вас оригинал, и она ведет себя хорошо, пожалуйста, напишите мне в комментариях. Потому что сейчас у меня мнения, они просто отвратительные. Последний продукт, который у меня закончился, был от Bare Minerals. И это такая многофункциональная пудра. В основном она рассчитана на то, чтобы закреплять консилер под глазами. У меня это оттенок Биск. Это тоже корректирующий такой вот персиково-бежевый тон. Мне эта пудра, в принципе, нравилась. Очень я долго ей пользовалась, пока не забросила. И вот как-то в последнее время что-то не пошла нам. Пудра эта действительно очень неплохая. Она создает такой легкий сияющий эффект. Ее надо наносить очень-очень тоненьким слоем, иначе она начнет забиваться в морщинки. И из-за того, что это пудра, сухой продукт, морщины будут казаться еще больше. Особенно это не подходит для возрастного макияжа. Для молодой кожи, гладенькой, красивенькой, конечно же, практически все продукты подходят. И этот в том числе. Но для возрастного макияжа я ее совсем не советую. Покупать, наверное, я больше не буду, потому что я не люблю заморачиваться сильно в плане макияжа. Там под каждую определенную зону нужна там своя пудра. У меня сейчас есть универсальные пудры, которые отлично подходят и под зону под глаза, и на Т-зону они отлично подходят, тоже работают. Поэтому как-то заморачиваться именно с этой я не буду. Если вы ищете именно такую сияющую, корректирующую пудру, закрепляющую под глаза, вполне можете присмотреться. Вот и все. Это был весь мой мусор, то есть пустые баночки. Если вам было интересно, поставьте мне палец вверх, подписывайтесь на мой канал, и увидимся мы с вами в следующем видео. Пока!